Ну, а сейчас узнаем, как спецслужбы будут рыться в твоих поисковых запросах, как будут выяснять, чь ты там гуглил на самоизоляции. Совсем недавно, ну, в исторической, понятно, перспективе существовала такая страна, Советский Союз. Была она, ты не поверишь, второй экономикой мира, ну, примерно как Китай сейчас. Нетрудно догадаться, что именно поэтому, по мнению первой экономики мира, то есть США, Советский Союз был невообразимо тоталитарен. В СССР, как теперь известно, всем тупым детям запрещали решительно все. А разрешено там было только одно – читать личную переписку граждан. Говорили об этом западные партнеры настолько громко и так часто, что многие граждане самого Советского Союза в это безоговорочно уверовали. При этом параллельно сообщали, что в правильных, нетоталитарных странах все совершенно не так. Александр Исаевич Солженицын не даст соврать. В правильных, просвещенных странах, как известно, есть так называемая «прайваси», то есть тайна частной жизни. И она, эта частная жизнь, когда подлинно, известно, решительно всем, неприкосновенно. Ну, во всяком случае, на словах. И все это потому, что личные права и свободы граждан – краеугольный камень любого правового демократического западного общества. Советский Союз, как нам известно, покончил с собой. На его руинах образовались новые страны. Строить их старались по западным образцам и лекалам, чтобы и свободы неприкосновенны были, и чтобы каждый мог построить свой маленький свечной заводик. Ну, на месте разворованных и уничтоженных тоталитарных промышленных комплексов. И вот, прошло 30 лет, и вроде бы рынок теперь свободный, и страна, как следует, оптимизирована. Но все равно Россия опять получилась какая-то тоталитарная. Не вторая экономика мира, конечно, но в десятку самых передовых на планете Земля уже время от времени заходит. И что прикажете с этим делать? Так известно же, что надо повторить известную процедуру развала еще разок. Ну, если так хорошо получилось с СССР, то с Россией-то должно получиться, ну, никак не хуже. И только после полного развала окончательно освобожденные от тоталитаризма народы в очередной раз смогут задышать полной грудью. Как, например, давно уже дышит свободная Эстония. Ну, там, правда, всякие неугодные СМИ в этой Эстонии иногда запрещают, закрывают, как тут недавно запретили новостное агентство «Спутник». Ну, да, с кем не бывает, дело-то житейское, плюс все-таки демократия. Что хотим, то и закрываем. Свобода, опять-таки. Ну, и главное при этом, экономика Эстонии, она где-то месте эдак на сотом. И поэтому никому не мешает. Делайте вы там, что хотите. Проблемы эстонцев шерифа не волнуют. А тем временем в России на смену наивным советским гражданам пришли их оптимизированные потомки. Не сказать, чтобы очень умные представители нашей власти конкретно поясняли, что растят не каких-то там граждан, а растят квалифицированных потребителей. Ну, и вот вырастили. По итогу, великовозрастные детишки с мобилами за штуку баксов твердо уверены, что живут в кошмарном мордоре. И мечтают поскорее свалить от этого ужаса в солнечный Валенор. Где все для людей. Где живут исключительно не рабы системы. Где даже этой самой системы вообще нет. Где богатое разнообразие мнений. И кругом эффективные стартапы. Юрий Дудь не даст солгать. Ну, время от времени, правда, в Валеноре вдруг появляются персонажи типа Джулиана Асанжа. И рассказывают всякие пакости про этот самый Валенор. Ну, да с кем не бывает. Таких Асанжей быстро ловят и умело затыкают, чтобы больше вообще ничего не говорили. Но все это исключительно в рамках борьбы за свободу слова. Ну, и вот. Третьего дня американский Сенат принял закон, позволяющий ФБР следить за гражданами США без такой никчемной формальности, как решение суда. Судьи, люди заняты. Че их лишний раз за всякую ерунду дергать и отвлекать? Че такого? Одним глазком заглянуть, к примеру, че там вот этот гражданин в интернетах искал? По большому счету в Сенате подписали не новый закон, а немножко обновили и подправили некоторые пункты так называемого Патриотического акта от 2001 года. Тогда его приняли как ответную меру на терракт 11 сентября и рассылку писем со спорами сибирской язвы, которая случилась через неделю после обрушения башен-близнецов. Ну, а сейчас, судя по всему, в США снова наступили неспокойные времена. Все сидят по домам и так и норовят загуглить что-нибудь такое опасное для национальной безопасности. Получить доступ к интернет-истории пользователя ФБР может аж с 2015 года. Но для этого сейчас нужна какая-то дурацкая бумажонка от судьи, что неприятно тормозит работу органов и вообще жить мешает. Ну и вот американский Сенат немножко посовещался и принял решение, что вся эта возня с бумажками больше абсолютно ни к чему. Куда там, извините, послали тайну частной жизни? Ну, ту самую, которая только что была неприкосновенной, на которой было построено все свободное общество. А? Да, послали именно туда. Занятно, кстати, как обновленный закон принимали. На этапе обсуждения группа сенаторов выступила с поправкой, которая таки обязывала бы ФБР получать от суда ордер. Ну, эту самую бумажку. Но как-то так получилось, что для утверждения оной не хватило всего одного голоса. А получилось так потому, что несколько сенаторов, которые были против слежки без постановления суда, просто не явились на заседание. Упомянутый патриотический акт – это аббревиатура. А полное название содержит слова про сплочение и укрепление страны и создание средств противодействия терроризму. Ну, и благодаря такой удобной аббревиатуре получается, что если ты против слежки, ты автоматически перестаешь быть американским патриотом. Ну, че ты там кривляешься? Это же твои родные спецслужбы. Они о тебе заботятся. Будет ли что-то подобное у нас? Ты не сомневайся. Обязательно будет. Многие наши законы старательно скопированы с законов западных. Ну, происходит это обычно с задержкой в годик-другой, ну, или там чуть больше. Но именно оттуда к нам тянут в том числе и вот такое. И это неудивительно. Если уж мы так старательно копируем их замечательную банковскую систему, их чудесную систему образования, их передовую медицину, ну, что ж, передовые законы-то не копировать. Ведь именно они – краеугольный камень свободного общества. И ты уже спросишь, хорошо ли это? Ну, на мой взгляд, не очень. Одно дело – учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать своих. И совсем другое – повторять чужие ошибки, тупо подражая. У них ведь уже как? Вот что говорит генпрокурор США. Политика Apple по защите данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности и поэтому неприемлемо. И тут же тот же самый генпрокурор США вдогонку говорит следующее. Apple сотрудничает с авторитарными режимами России и Китая, которые пытаются организовать слежку за гражданами. Заниматься надо в первую очередь другим. Например, растить экономику, чтобы не вылететь из десятки в какую-нибудь там двадцатку. Ну, а потом и вовсе под бок к свободной Эстонии. Друзей у России, как известно, нет. И думать надо в первую очередь о себе, а не о чужих законах. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok